так обстановка в сша ребят еще одна обстановка в сша недавно друг звонил который уехал туда полтора года назад так это не я живет весь в кредитах живет весь в кредитах вечно работает несчастлив вокруг беспредел и грязь выходя из дома на право идти нельзя так как там короче какой-то квартал и его попросту там убьют постоянно выстрелы грабежи вертолеты полицейские летают над этим кварталом в общем я ему сказал одно братан давай возвращайся ну как обычно не выдуманная история которых нельзя молчать вот конечно же об этом нужно говорить бедные как я понимаю русские иммигранты которые приехали в ужасную опасную грязную преступную америку выживают здесь чел за полтора года как только приехал сюда уже успел какие-то кредит по набрать каким-то образом вот как непонятно но тем не менее вечно работает ну да в россии то он когда жил вообще не работал там деньги тебе на голову падают просто так выходишь на улицу а тут рубль лежит под тобой такой ебать хватаешь а это оказывается 100 тысяч халявный несчастлив ну конечно когда весь в кредитах и вечно работаешь как ты можешь быть счастливым правильно особенно в первые полтора года когда ты приехал в америку видимо ты ожидал что здесь доллары тоже на деревьях растут вокруг беспредел и грязь и значит прикрепляют кадры и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так они уставшие с работы просто... Они просто переработали, переработали... Это те самые русские, которые сюда эмигрировали... Просто им приходится дохуя работать... А они потом вот уставшие вот стоят, отдыхают... Спина типа болит... Вы бы сами тут поработали грузчиками, я бы на вас посмотрел... ладно если без рофла типа да это наркоманы они под героином или почему я не знаю опять же я сейчас объясню в чем проблема и что это за место такое я там был кстати пару раз были подумать я я не употребляю ничего нет ни нью-йорк в нью-йорке такой хуйни нет что происходит л.а. это нет это не лос-анджелес ебать как будто бы фильм снимает про зомби чисто массовка в л.а. не настолько жестко там есть похожий район но там не настолько тут именно прям торчки наркоманы там бомжи здесь их тоже можно бомжами назвать но они тут прям все обьёбанны детройт да не детройт это бля это что там такое что решили зацензурить вот это что вы понимали станция метро вот куда сейчас поднимается вот метро то есть ты можешь туда приехать до будучи туристом не знаешь что это за место выйти на этой станции а тут бац нахуй я но в целом они вроде безобидно эти наркоманы они как бы скриченные стоят под кайфом хотя в чё там взбредет в голову дает ему непонятно но вроде френдли по крайней мере если камеру не заметят если камеру видят то тогда нет тогда они очень агрессивные становятся этот чё-то потерял походу да да ладно она она чего сразу то она а просто задумалась не она она просто летит 7-11 а в 7-11 продают шоколадки мистер бисто она просто купила шоколадку мистер бисто она настолько видимо оказалось вкусно шла наш кайфанул так эти вам вот твою мать ебаный рот страшно такой тридцать мало ли чё да мне кажется ребенок даже на свет не появится к сожалению а может быть и к счастью в данной ситуации короче осуждаем такие кадры в общем такая хуйня реально в америке есть в этом посте все так расписано будто бы это везде вообще то есть куда не приди вот такая хуйня по всей америке есть один район вот этот и находится он филадельфии этот район буквально вот просто как я не знаю отделен от всей остальной части города и может сказать что оккупирован наркоманами то есть сама филадельфия город нормальный но есть вот этот вот район под названием кенсингтон вроде вот ты туда заезжаешь и все и резко все меняется выезжаешь из него так же резко все меняется в лучшую сторону полиции пофигу да а вроде как если не ошибаюсь полиция туда даже не заезжает потому что правительство решило что пусть так оно и будет как бы наркоманам дали свободу хотите такой хуйней заниматься занимаясь но скажем так в определенном месте вот в этом районе то есть это их район все они там ширяются вот этой хуйней занимаются как бы за предел этого района не выходит сидят они только там люди как бы скажем так которые не этого этим не заниматься не употребляют люди адекватные туда не заходят только такие как я да могут иногда на машине там заехать чисто не знаю для кадров каких-то там для видоса или для стрима и рл постримить показать как это выглядит и все а ты заходил но я я же я только что сказал почему мы с шевцом туда ездили вместе но это было зимой когда холодно там не так много людей зимой но вот летом они все выходят на улицу и вот эта хуйня начинается но опять же я говорю это филадельфии в одном лишь только районе и примерно что-то похожее но не настолько жестко есть чего в лос-анджелесе тоже один район за пределы которого эти люди не выходят и и другие нормальные люди туда не заходят вот и все как бы блять но я я заметил что вот эти вот z-каналы пророссийские и так далее они берут кадры из этого района выкладывает к себе и пишет ну сори чё в сша происходит как будто бы это везде блять пиздец это вообще смешно но безусловно это хуйня конечно лютая но как ни крути в одном лишь только месте а вот изнашение не уходят потому что я там был я своими глазами видел как это все выглядит я же был филадельфий я этих людей за пределами этого района вообще не видел да и как они там было выйдут за пределы они в принципе ходить не могут вот так вот или валяются или вот так вот зависают и все и они 24 на 7 по вот в таком состоянии находится они в принципе долго не живут а по поводу чела который недавно уехал типа полтора года назад приехал в америку весь в кредитах вечно работать несчастлив пара беспредел вокруг грязь окей я два года здесь живу грязь есть опять же далеко не везде ну да окей тут грязновато потому что все таки извините блять если брать нью-йорк людей тут дохуя но если брать майами там нет грязи если брать вашингтон там нет грязи чет еще кредиты ну я не знаю как чел жил блять я не думаю что в этом виновата америка у меня есть куча друзей у которых ну нет проблем понимаете финансовых то что они работают зарабатываю деньги все у них хорошо а этот вечно работает при этом кредиты откуда у него появились блять такая конечно сказка нахуй если знакомы у которых реально есть проблемы да в кредитах есть хуйня такая тоже но опять же не все тут так живут и все зависит от человека а не то америки блять